Когда я спасся, я отдал свою жизнь Господу. Нет, у вас не было жизни, чтобы отдать ее. Вы были мертвы, и Христос дал вам свою жизнь. Суть рождения свыше в том, что вы приняли Его жизнь. Суть спасения в том, что вы приняли Его жизнь. Итак, у вас вечная жизнь. Не просто лучшая и более долгая жизнь. У вас жизнь Христова. Она ваш источник. И вы живете в Иисусе. А сейчас давайте присоединимся к Рефлодоллару и послушаем сегодняшнее послание. Бог хочет дать вам благодать для того, чтобы вы не грешили. А мы пытаемся разобраться с грехом через собственные усилия. Бог даст вам благодать, чтобы вы не грешили. А в чем причина? Почему? Когда вы грешите, вы открываете дверь для неожиданных последствий. Бог любит вас, и потому не хочет, чтобы вы проходили через них. Послушайте, что я хочу сказать о характере Бога. Он не хочет, чтобы вы грешили, потому что знает, как вам будет больно. Он не хочет, чтобы вы грешили, потому что знает, как последствия греха испортят вам жизнь. Он не хочет, чтобы вы грешили. Потому что, послушайте, придут неожиданные последствия. То, чего вы и не ожидали, придет в вашу жизнь. Бог знает, что эти последствия придут, и потому не хочет, чтобы вы грешили. Удивительно, Бог настолько сильно любит нас, что говорит нам, не грешите, потому что я знаю, что грех будет разрушать вашу жизнь. Я знаю, что придет враг и принесет опустошение в вашу жизнь, постарается погубить вас. А я не хочу, чтобы вы проходили через это, мои дорогие дети. Он не хочет, чтобы вы, сделав глупость, оказались в тюрьме, вместо того, чтобы жить жизнью, которой он призвал вас жить. Он не хочет, чтобы вы в результате своего решения забеременели вне брака, при том, что вы не готовы быть матерью, и вам пришлось иметь дело с последствиями. Есть причина, почему, потому что Бог не хочет, чтобы вы страдали от последствий. Нам надо видеть, как сильно Бог любит нас, вместо того, чтобы быть религиозными и говорить, «После того, что ты сказал, ты идешь в ад». «Ты идешь в ад, посмотри, что ты делаешь и чего не делаешь». Нам надо следить за тем, чтобы самоправедность не поднималась в нас, когда мы видим, что кто-то, по нашему мнению, грешит больше, чем мы. Легко прийти к выводу, «Они грешат много, а я нет». И вы думаете, что вы более праведны из-за того, что не делаете то, что делают они? Бог любит вас. И при том, что грех не отменит вашу праведность, которая дана по вере, он испортит вам жизнь и сделает ее плохой. При этом Бог все равно любит вас? Вы все равно идете на небеса? Да. Я слышал, как люди говорили о верующих, умерших от передозировки наркотиков. Они пошли в ад. Я отвечаю, «Нет». Они исповедовали Иисуса Господом в своей жизни. Но приняли плохое решение. Стали принимать наркотики. В результате произошла трагедия. Но, как я вам говорил, придя на небеса, вы увидите многих людей, которых не ожидали там увидеть, из-за того, что религия сказала вам, что вы их там не увидите. Придя на небеса, порадуйтесь, что вы сами туда попали. Вы слушаете меня? Когда мы читаем 6 главу посланий к римлянам, то видим, что Иисус решил проблему греха. В первом стихе Павел написал, «Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Как если бы кто-то утверждал, «Чем больше мы грешим, тем больше у нас благодати, чтобы грешить». Нет, нет. Благодать у вас не для того, чтобы грешить. Благодать для того, чтобы не грешить. Я хочу, чтобы люди знали истину. Я не собираюсь прекращать проповедовать истину из-за того, что у кого-то с ней проблема. Ко мне подходили люди и говорили, «Для меня это послание о благодати — проблема». Для меня нет. До свидания. Послание о благодати — истина. Я не собираюсь прекращать проповедовать истину из-за того, что некоторые люди говорят. Не такой я слышал всю свою жизнь. Вы слышали неверное послание, как и я. Понятно? А теперь, узнав истину, я буду проповедовать ее всю оставшуюся жизнь. Да, пока вы не усвоите ее. А когда вы усвоите ее, то увидите, как благодать действует в вашей жизни. Вы столкнетесь с благоволением. С благоволением, которое не сможете поставить заслугу себе. Вы столкнетесь с приумножением, ради которого не трудились. Сталкиваясь со всем этим, вы скажете, это делает Господь. А Он скажет вам, я делаю это, потому что люблю тебя. Тебе нравится? Когда вы поймете, что Иисус для вас делал, когда вы поймете, все через что должны были пройти мы, поскольку родились грешниками, и Иисус прошел вместо нас. Наказание, которое понес Он, было нашим наказанием. Отвержение, когда Бог отвернулся от Него, предназначалось для нас. Он сошел в ад, а это мы должны были пойти в ад. Удары, которые получил Он, предназначались для нас. Слава Богу! Он принял все, что предназначалось нам. Принял страдания и боль на свое тело, чтобы это все не пришлось переносить нам. И я не буду бесчестить кровь Иисуса ради того, чтобы быть религиозным, и ради того, чтобы угождать религиозным людям. На самом деле, вы человекоугодник, когда отказываетесь проповедовать Евангелие. Так говорит Писание, верно? Не проповедуя это Евангелие, вы угождаете людям. Вы не верите мне? Откройте первую главу послания Галатам. Если говорить о человекоугодии, вы человекоугодник, когда не проповедуете Евангелие. Посмотрите послание Галатам, первую главу. Это разминка. Я буду здесь следующие 3-4 месяца, так что проведем разминку. Посмотрим, как вы отреагируете. О, я никогда раньше такого не слышал. Я настолько удовлетворен и уверен. Когда вы можете пребывать в уверенности и мире относительно учения о благодати, о, тогда вы готовы идти. Вы готовы идти. Смотрите. Человекоугодники. Хорошо, итак. Начнем читать с 6-го стиха. Удивляясь, что вы от призвавшего вас к благодатью Христовую, так скоро переходите к иному благовествованию. Он называет благодать Христовой Евангелием. Евангелие — это благая весть о незаслуженном благоволении Христа к нам. Это Евангелие благодати. Апостол говорит, «Которое, впрочем, не иное. Нет иного Евангелия, а только одно — Евангелие благодати. Благодать Христова». Евангелие — это благая весть о благоволении Христа к нам, которого мы и не заслуживали. Он пришел заплатить долг за грехи, пролить свою кровь, чтобы мы приобрели жизнь вечную. Незаслуженное благоволение — новость, слишком хорошая, чтобы быть правдой. Она называется Евангелие. Понятно? Которое, впрочем, не иное. Что насчет Евангелия преуспевания? Нет иного Евангелия. Если пришло преуспевание, то благодаря благодати. Что насчет Евангелия исцеления? Исцеление благодаря благодати. Хорошо. Которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить, извратить благовествование Евангелия Христова, которое есть Евангелие благодати. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет... Что? Боже мой! Вы прочли? Это одна из причин, почему я проповедую не какое-то иное Евангелие, а это. Я не хочу быть под анафемой. Прочитаем 9 стих. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Звучит как двойное проклятие. Мне кажется, проповедникам надо послушать это послание, потому что Павел в 3 главе 1 послания Коринфянам говорит, что мы служители, проповедующие этой Евангелии благодати. Мы были уполномочены Богом проповедовать его. Вы подвергаетесь двойному проклятию за то, что не проповедуют этой Евангелии благодати. У людей с этим проблема, и я знаю. Хотите сказать мне, что видите его во всем? Если вы понимаете Евангелие благодати, то видите его от бытия до откровения. Видите его во всем. Я могу проповедовать благодать, говоря о браке. Я могу проповедовать благодать, говоря о воспитании детей. Я могу проповедовать благодать, говоря о финансах. Я могу учить о благодати, говоря о контроле над эмоциями, потому что от нее вы зависите. И это благая весть. Итак, двойное проклятие за то, что вы не проповедуете это Евангелие, следовательно, двойное благословение за его проповедь. Аминь? Но смотрите, 10 стих. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Вы услышали, что он сказал? Если я угождаю людям, тогда я не делаю то, что должен делать. Тогда я не проповедую то, что должен проповедовать. Если я отказываюсь проповедовать это послание из-за того, что с ним не согласны, тогда, как говорит Писание, я становлюсь человекоугодником. Но я так не делаю, слава Богу. Я хочу жить под двойным благословением, а не двойным проклятием. Аминь? Я говорю, хочу жить под двойным благословением, а не под двойным проклятием. Аллилуйя! Вам надо радоваться. Некоторые из вас уже видят в своей жизни духовные прорывы, и их будет все больше. Они будут как реки. Вы понимаете? Они будут как волны, как реки, двигаться к вам. Это не будет однократное событие, так что у вас будет только одно свидетельство благодати Божьей. Ваша жизнь наполнится свидетельствами благодати Божьей. Потому приготовьте себя к этому. Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Господь, мы воздаем Тебе хвалу. Мы воздаем Тебе хвалу. Мы воздаем Тебе хвалу, Господь. Аллилуйя! Слава Богу! Господь, я принимаю это в ожидании этого. Слава Богу И не по причине того, что могу сделать я Но по причине того, что уже сделал ты Аллилуйя Аллилуйя Иисус моя праведность Иисус моя мудрость Иисус мое спасение Иисус мое преуспевание Иисус мое исцеление Иисус мое избавление Сосредоточьтесь на Иисусе Бог сотворил нас не для того, чтобы мы все свое время Тратили на то, как бы не согрешить Сосредоточьтесь на Иисусе Аминь Вернемся к посланию к римлянам Если вы не читали шестую главу Послания к римлянам, то не знаю, что еще Можно сказать Итак, первый стих Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилось, увеличилась благодать? Какой ответ? Что читаем? Нет, никак Смотрите, смотрите Мы умерли для греха Как же нам жить в нем? Согласно этому стиху невозможно тем, кто мертв для греха, жить в нем Смотрите внимательно, потому что апостол скажет о нас и о нашем состоянии Расширенный перевод Разве вам неизвестен тот факт Что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса В смерти его крестились Вы помните все места Писания и все занятия, когда мы говорили о пребывании во Христе? Посмотрим Тут у меня в пакетике пуговицы Я кладу их в Библию, и они теперь в Библии, верно? Как движется Библия, так вместе с ней будут двигаться и эти пуговицы, правильно? Опыт, переживание этой книги, Библии, становится опытом и переживаниями пуговиц, находящихся в книге Если я возьму эту Библию вместе с пуговицами, пошлю ее по почте в Вашингтон Что будет с пуговицами? Они тоже отправятся туда Если бы кто-то взял Библию и бросил ее в реку То что было бы с пуговицами? Переживания Библии стали переживаниями пуговиц Понимаете? Итак, мы с вами во Христе Иисусе Вы скоро увидите, что Его опыт — это ваш опыт Он был крещен И вы были крещены Все это понимают? Помните об этом, когда мы будем читать Писание Итак, мы погреблись, смотрите С Ним Потому что мы что? Погреблись крещением в смерть Дабы как Христос воскрес из мертвых Что произошло с вами во Христе? Он воскрес из мертвых Скажите, что произошло с вами? Потому что опыт Христа стал вашим опытом Итак, Христос воскрес из мертвых И мы что? Воскресли из мертвых Четвертый стих Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть Дабы как Христос воскрес из мертвых Славой Отца Так и нам ходить в обновленной жизни Мы были воскресены из мертвых И должны ходить в новой жизни Что это за новизна жизни? В послании к Колосинам Библия говорит Кажется в 4 стихе 3 главы Что жизнь Христа — наша жизнь В день, когда вы родились свыше И были воскрешены из мертвых В день, когда вы родились свыше Ваше необновленное «Я» было пригвождено ко Христу Вы были рождены свыше с новой жизнью Вы были рождены свыше с вечной жизнью Или жизнью от Бога Вечная жизнь не означает более долгую жизнь Вечная жизнь не означает просто лучшую жизнь Вечная жизнь — это жизнь Христова Когда Бог в Эдемском саду Вдунул дыхание жизни в лице человека Человек стал душой живой Он вдохнул в лицо человека жизнь Зоя — вечную жизнь Бог вдохнул в человека вечную жизнь Не более долгую или лучшую жизнь Но саму жизнь Божью Сама сущность Бога Была вложена внутрь человека Слава Богу В послании от Иоанна 10.10 сказано «Я пришел для того, чтобы имели жизнь» Это то же самое слово «Зоя» Чтобы имели жизнь Вечную жизнь Жизнь Зоя Чтобы имели жизнь Которая была в человеке До того, как он согрешил Слава Богу Христос сказал «Когда вы родились выше И ваше необновленное «Я» Было пригвождено ко Кресту Я вложил Зоя Вечную жизнь в вас А для чего Он вложил Вечную жизнь в вас? Чтобы вы жили этой жизнью Мне надо обязательно Объяснить вам это Он вложил в вас жизнь Зоя Он вложил в вас жизнь Христа Чтобы жизнью Христовой Вы жили Это ресурс, из которого вы живете Это ресурс, к которому вы обращаетесь И он дает обеспечение вашей жизни Если вы заболели То поскольку вы живете жизнью Христа Исцеление есть внутри вас Если вы в зависимости Вы получаете избавление Благодаря жизни, которая в вас Если у вас недостаток финансов Вы получаете обеспечение из жизни Которая в вас Я пришел для того, чтобы имели жизнь И имели с избытком Жизнь, которая переливается через край И я хочу, чтобы вы жили жизнью Которая в вас К примеру Я дал вам миллион долларов И говорю Я хочу, чтобы вы жили на миллион долларов Которую я дал вам Но тут не миллион долларов Христос говорит Я хочу, чтобы вы жили жизнью Которую я дал вам Мы живем для Бога, а Бог пытается научить нас жить в Нем, в Его жизни. Мы постоянно игнорируем эту жизнь. Вы ходите и говорите, «Мне нужно, мне нужно, мне нужно», в то время как внутри вас база снабжения. «О, когда я спасся, я отдал свою жизнь Господу!» Нет, у вас не было жизни, чтобы отдать ее. Вы были мертвы, и Христос дал вам свою жизнь. Суть рождения свыше в том, что вы приняли Его жизнь. Суть спасения в том, что вы приняли Его жизнь. Итак, у вас вечная жизнь, не просто лучшая и более долгая жизнь. В вас жизнь Христова. Она ваш источник, и вы живете в Иисусе. Вы живете жизнью Христовой, которая вас. Вы получаете исцеление из жизни, которая вас. Избавление из жизни, которая вас. Мудрость из жизни, которая вас. Святость из жизни, которая вас. Вы знаете о том, что святость — это плод. Мы не должны представлять святость как корень. Она — плод праведности, источник которой жизнь в вас. О, слава Богу! Люди сидят у колодца и умирают от жажды. Находясь у источника воды, они умирают от жажды. Так поступаем мы, христиане, постоянно просим о восполнении нужд, в то время как база снабжения в нас. Мы не размещаем заказ. Мы не видим, что наша жизнь в Иисусе и Его жизнь во мне. Ту самую жизнь, в которой жил Он сам, Христос поместил в меня. Вы когда-нибудь видели, чтобы Иисус в чем-то нуждался? Благодаря жизни, которая была в Нем, Он ходил по воде. В Нем была Божья жизнь. Он приумножил хлеб и рыбу. Вы знаете, Библия говорит, что вы теперь подобны Ему. Со дня, когда вы спаслись, вы стали подобны Христу. Вы подобны Ему. Так и надо верить. Вы спросите, как это я подобен Ему? У меня большой живот. Я знаю, что у Иисуса такого живота не было. Нет, мы говорим не о вашей физической форме. Мы говорим о том, что жизнь, которая внутри вас, это жизнь Христа. Научитесь жить этой жизнью. Научитесь жить из нее. Я имею в себе слишком много, чтобы быть в депрессии. Если у меня начинается депрессия, тогда я переключаю свою душу от отражения того, что в моей плоти на отражении того, что в моем духе. Во мне слишком много ресурсов, чтобы терпеть поражение. Слишком много, чтобы быть в унынии. Во мне слишком много... Так трудно умереть, когда ты слишком много знаешь. Вы слишком много знаете. Вы не можете оставаться в нужде. Вы слишком много знаете. Вы не должны ходить и говорить, «Ой, не знаю, как это сделать». Вы знаете, мудрость живет внутри вас. Вам надо просто начать обращаться к ней. Вам надо сосредоточиться на Боге, который внутри вас. Мое ветхое, необновленное «я» было пригвождено ко Кресту. Я хожу в новой жизни. Посмотрите, в чем я хожу. В новой жизни. Я живу новой жизнью. Я живу Христом. Мое исцеление приходит из этой жизни. Об этом и говорит посланник Ефесиным. Бог, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, все благословения здесь, потому что Божья жизнь здесь. Вам надо начать видеть это. «В вас жизнь Божья». «В вас Божья жизнь». Если во мне живет Бог, тогда почему же я веду себя так, как я веду? Потому что вам надо обновлять свой сумасшедший ум, чтобы быть в согласии с жизнью, которая внутри вас. Вы понимаете, что я говорю? Посмотрите, что вы имеете в себе. В день, когда вы осознаете, вы станете таким сильным. Таким сильным. У вас будут результаты. свидетельства. Результаты. Свидетельства. Вы будете делиться ими. И так будете жить свою жизнь. У вас будет все, что вам необходимо. У вас будет все необходимое. И вы поймете, насколько глупо и безрассудно жаловаться и роптать. Ведь у вас есть все для успешной жизни. И нет причины, чтобы жаловаться и роптать. Как вы можете жаловаться и роптать, когда у вас есть все, что вам нужно? Аллилуйя. 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 Знаете, Бог избавил вас не для того, чтобы вы только сказали «Я избавлен». Он избавил, чтобы вы могли делать то, что Он вам сказал делать. Он исцелил вас, чтобы вы могли делать то, что Он сказал вам делать. Он восполнил ваши нужды. Чтобы вы могли делать то, что Он сказал вам делать. Его цель. Чтобы вы делали то, что Он сказал вам исполнить. И знаете, все мы призваны делать одно хорошее дело. Усвоите это, церковь. И вы будете шокированы, когда узнаете, что вы были призваны делать. Служить. Не все услышали мои слова. Я сказал, что мы были призваны делать одно дело. Служить. Нередко мне хочется убрать все титулы. Получив титул, люди меняются и начинают все портить. Даете человеку титул, и он начинает все портить. Служите. На прошлой неделе было замечательное собрание со служителями. И я сказал им, пока у вас не будет сильного желания служить, вы не сможете войти в свое призвание. Да, на вашей жизни может быть истинное призвание от Бога, но он не может доверять человеку, который не знает, как служить другому человеку. Просто служите. Это легко. Найдите то, что могут делать руки ваши. Делайте это. И ходите в благословениях. А вы сидите, сложа руки, и ждете. Иногда у нас слишком завышенные мечты. Я вижу себя, как я. Этого я не понимаю. Вот я не хотел быть пастором. Те люди, которых я встречаю в служении, они тоже не хотели этого делать. В служении не те люди, которые очень, очень хотели это делать. Не те, кто вывешивал рекламные объявления. Я бежал от этого. Не хотел, чтобы это действовало мне на нервы. Не хотел быть вынужденным это делать. Я был полностью доволен служением людям. Я говорю не о таком служении, когда тебя хвалят за сделанное. Я говорю о таком служении, когда никто и не знает, кто послужил. Я был доволен, что вечером мог приходить мыть туалет, и никто об этом не знал. У меня был ключ от церкви. И тогда не было всего этого многообразия чистящих средств. У нас был только комет. Я мог позволить себе только его. Я сыпал комет на пол, на унитаз, и начинал все это чистить. На это уходило время. Но я понимал, что этот туалет — часть Дома Божьего. Этот туалет должен был выглядеть и пахнуть хорошо. Слава Богу. Краны были покрыты ржавчиной, и я полировал их, как это делают с туфлями. Мой папа поручал мне чистить и наводить блеск на своих туфлях. Он был полицейским. Жидкости тогда не было, а была паста. Как она называлась? Киви? Мы брали тряпку и размазывали эту пасту по туфлям. Туфли зажимали между ногами и начинали их чистить. А потом придавали им блеск. Я делал то, что мне было поручено. Я был слугой. Если трава была высокой, я знал, что кто-то должен ее косить. Если она была не покошена, я ее косил. Когда я видел высокую траву, я рассматривал это как возможность послужить. Это было мое дело. Такими делами я занимался, пока не оказался здесь. Знаете, чем я занимался в те годы, когда ничего не знали ни обо мне, ни о Таффе? Как вас зовут? Крифло? А кто вы такой? Просто слуга. Просто слуга. Чем я могу послужить вам? Надо покосить траву. Надо помыть машину. Надо убрать в церкви. Я никогда не жаловался. Ну, вот еще. Убирать в церкви. Я подключал микрофоны. Подключал динамики. Тогда оборудование стояло сзади и подключалось оттуда. Я делал любую работу в церкви. И это было для меня благословением. Я вытирал пыль. И мне тогда платили 30 долларов в неделю. Но оплата не стояла для меня на первом месте. Нет. Нет. Для меня было благословением делать все это. Я был призван быть слугой. «Бог обещал мне, если будешь служить, я вспоминаю семинар Бадди Белла». Он написал книгу о том, как быть слугой. И там сказано, есть помазание, доступное только для слуги. И благодаря ему он сможет решить любую задачу.